Более 600 номинований рыбы и морепродуктов со всех уголков страны представили на фестивале «Москва на волне. Рыбная неделя». Он сейчас проходит в Москве и будет идти до конца недели. Посетители смогут попробовать самые редкие деликатесы. Также в программе фестивали мастер-классы и уроки от шеф-поваров. Чем еще удивит москвичей рыбная неделя, узнаем у Кристины Гринцовой. Кристины Гринцовой. Здесь много необычных блюд. Например, колобок с семгой. Колобок в лучших фольклорных традициях от нашей съемочной группы ушел. Очень уж популярное блюдо. Но голодными на фестивале мы все равно не остались. Не прошла мимо. Купила популярное у москвичей блюдо. Фрита вместо моря кефри. Это морской коктейль во фритюре. В общем, даже для самого искушенного гурмана здесь приятный ассортимент. В фестивале участвуют более 300 ресторанов, которые приготовили для посетителей особые предложения и необычные блюда. Среди интересных позиций стоит выделить тартары с тунца, окрошку с копченым судаком, мини-чебуреки с крабом магаданскими креветками, а еще котлеты из щуки, стейки из лосося, севич из мурманской форели и даже гребешки в соусе блющиц. Шеф-повара фестивали не только накормят, но и поборются друг с другом в мастерстве. Победители определяют зрители. Секреты профессиональных шеф-поваров может узнать каждый. Москвичи чаще всего заказывают гребешки и креветки. Грибешки важно не передержать. Разогреть полностью сковородку либо жарочную поверхность. Дать гребешкам, постоять 30 секунд, перевернуть. И если гребешок получился хорошо, то он внутри не должен быть вообще даже горячим, он должен быть теплым. Свежую рыбу и морепродукты для воплощения в жизнь своих кулинарных идей москвичи и гости столицы смогут найти здесь же. Сахалинская, спизула, кукумария, трепанк и мурманский модиолус. Это не волшебные заклинания, а вкусная еда и то, что можно найти на прилавках рыбного фестиваля. Икра щуки в Москве редко очень где можно купить, а здесь вот есть. Я пойду сейчас покупать. Всего же более 600 наименований рыбы и морепродуктов. От самых привычных до экзотических. Каждая партия рыбы и морепродуктов перед тем, как попасть на прилавок, проходит строгий контроль качества. Она проверяется в лабораториях и поэтому мы можем гарантировать, что здесь только все самое свежее, здоровое и вкусное. Кроме того, на площадках фестиваля организуют все различные мастер-классы. Например, сейчас специалист по вязанию морских узлов Оксана научит меня всем секретом. Так, давайте начнем с самого простого классического узла. Так, обмотали, выдели, нырнули, нырнули, снова обмотали. Да, да, все, ваш узел готов. Вот так. Собрать макет прогулочного корабля, почувствовать себя настоящим художником и даже расписать лодку – атмосфера фестиваля буквально переносит к морю. Кстати, этот корабль не просто декор, а самая настоящая сцена, на которой ежедневно проходит развлекательная программа. Восьмой гастрономический фестиваль «Москва на волне» – это не просто настоящий праздник для любителей рыбы, но и 140 рыбных рынков, 400 выступлений на сценах, 600 кулинарных и творческих мастер-классов, больше тысячи участников саб-заплыва, полторы тысячи участников чемпионата по рыбной ловле. Рыбная неделя будет идти в столице до 2 июня. Кристина Гринцова, Александр Строженко, Вадим Горбунов и Маргарита Матвиенко. Москва, 24.